Всем доброго времени суток! Хотим поделиться нашими наблюдениями. Мы расскажем об основных отличиях правил дорожного движения Америки от правил дорожного движения России. И в пример мы возьмем город Чикаго. Самое главное отличие это разрешен поворот направо на красный сигнал светофора. Обязательно полная остановка сначала. Разрешенная дорога должна быть свободна. Пропускайте всех пешеходов и не должно быть запрещающих знаков. Также предупреждающие знаки дорожного движения отличаются от российских визуально. Они здесь желтого цвета. В дополнение имеется множество знаков, которые мы читаем. Так как информация на большинстве знаков подана в виде текста, а не картинки. Есть специально выделенные дороги для велосипедистов. В некоторых местах даже есть отдельные сигналы светофора. И поэтому для них в полной мере применяются правила дорожного движения также. Для школьников предоставляются специальные автобусы, которые забирают и привозят их. У каждого автобуса сбоку есть свой стоп-сигнал и сигнальные огни под крышей. Во время высадки и посадки школьников автобус включает огоньки и выдвигается стоп-сигнал. В таком случае движение запрещено в обоих направлениях. В Америке также практикует знак стоп-сигнал всех сторон. На перекрестке со знаками Always Stop водитель, приехавший первый, первыми начинает движение. Еще одно отличие для вас. В Америке нет ГАИ, но есть патруль под прокрытием. Абсолютно любая машина, любой марки может оказаться патрульной машиной, которая может остановить, выписать штраф и даже арестовать нарушителя. Будьте внимательны и осторожны за рулем. Соблюдайте правила дорожного движения. И всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok